Анатолий Степанович 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 тот самый герман уж полный самый знаменитый герман у пушкина нет этой фразы уж полный близится а германа все нет либретто к этой опере написал брат петра или чайковского модест вот он а вообще они были хорошо знакомы александр герман это горный офицер колуана воскресе они сошлись знать на чем на картежной игре оксан сергеевич оставил огромные долги после себя то что тоже у него сложная судьба его потомков вплоть до сумасшедствий и прочее прочее у него он проигрывал не раз и и прочее в общем довольно любопытная еще одна линия связана с александр сергеевичем точнее с его вдовой наталь николаевны ее родственники в пятом шестом и седьмом поколениях проживают на алтае вот это да да до сих пор проживают до сих пор проживают да это судьба если кратко такая наталья николаевна после смерти пушкина 7 лет вдовствовала потом вышла замуж за генерала петра ланского от него было трое детей так вот своя чиница наталья николаевны является прародительницей вот тех самых алтайских пушкиных фамилию которых там сапа кстати его их отец вот этих вот шестерых детей работал кстати редактором бурлинской районной газеты чтобы узнали да дмитрий сапа я с ним немножко знаком был да они что-то хранят тебя в семье ну кроме воспоминаний может быть хранят хранят мать встречалась их мать виктория она с 23 года ее уже нет к сожалению она в четвертом поколении родственницы наталья николаевна она встречалась с бабушками которые еще по-французски говорила она учила в костроме в тамбове немецкий и говорит я все никак я бабы лизой звала они сюда попали по переселению да нет 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 она вышла замуж проживая в костроме познакомилась на танцах со старшиной который привел в клуб солдатиков он уроженец бурлы и привез сюда шестеро детей вот от них теперь уже большущая пара-пра-пра-пра в новоалтайске в яровом в бурле в иркутске чтобы закончить историю а историю с германом он каким-то образом тоже на алтай попал сюда или что вот вы сказали что герман работал здесь горным офицером он был горным офицером и еще раз фамилия его герман герман александр герман это это не имя то есть он александр сергеевич пушкин использовал его фамилию как имя до герман нет это литро и второе ведет по ныне не установили то ли это имя то ли это фамилия а все понятно да ну так удивительно еще я видел в книге что здесь каким-то образом связаны судьбы известных советских деятелей калинина по-моему каменево да есть они тоже родом от жены жены да или просто нет екатерина калинина ну принято считать во многих источниках я уже устал все это опровергать везде пишут что она была в ссылке на алтай и в ссылке пишут тут же ниже авторы она построила гэс она была директором санатория цикл ну я бы хотел такую ссылку да ничего подобного она уехала ну так складывалась ее судьба на обычная прачка эстонка по национальности пятеро детей общих но приемных двое из них в том числе вот а проживала в кремле они же жили в кремле да в соседней в соседней квартире находилась дворянка седова жена троцкого да она обычная значит мещанка ее сделали директором красного красной фабрики красный трикотажник а она такая прямолинейная женщина мне здесь была подруга валентина остроумова она была секретарем бийского укома партии и они познакомились в двадцатом году с агитпоездом октябрьской революции в барнауле были до недавнего времени на филармонии еще висела мемориальная доска о том что колени здесь выступал и вот восемь лет она провела с небольшими отъездами отдыхала там подлечивалась там варнии так далее так далее построила гэс к сожалению вот два года назад или три года назад это газ разрушили зачем-то я помню хорошо что в этой гэс были портреты сталина молотова еще кого-то где-то чемали она чемальская знаменитая да потом вернулась и потом у нее была ссылка да но и так молинский лагерь это казахстан это совсем другая история совсем другая история просто не будут видимо совмещают не совсем также и вторая жена каменева здесь была судьба ее плохая она ее расстреляли она проживала в бийске ее внук до недавнего времени глебов он взял фамилию матери был профессором новосибирского института его внуки уже теперь живут новосибирске да здесь проживала семья раковских ссылки известный государственный деятель председатель совнаркома украины дипломат и прочее прочее марк юдалевич вспоминал что он был знаком мальчишкой видел их вот они работали в край плане здесь некоторое время ну что-то около двух лет тут провели да удивительно история удивительно да ну к сожалению программа наша подходит к концу 10 минут это вообще не что по сравнению с тем что хотелось бы узнать вас расспросить я думаю что обязательно будет презентация потому что ну 2000 судеб биографии это просто уникально мы даже здесь я не знаю не затронули там одной сотой процента то о ком вы говорили обязательно наверно нужно провести презентацию книга потрясающе удивительно большое спасибо наверное для алтая как краевед все таки я вас краеведом называю никто сейчас они делают больше чем вы спасибо вам большое спасибо я напоминаю что вас гостях был известный алтайский писатель и журналист анатолий степанович муравлев мы говорили снимок книги неизвестно алтай женщины и вожди спасибо за внимание до встречи